Санкции со стороны Запада могут затронуть и платежные системы. Что произойдет, если Россия откажет в транзакциях через виза и мастер-карт? Узнаем в сюжете. По данным Центробанка, в России выпущено около 300 миллионов банковских карт. Из них три четверти – карты платежных систем виза и мастер-карт. На долю национальной платежной системы МИР приходится лишь 23%. Несколько лет назад в России внесли поправки в закон, согласно которому при блокировке переводов по картам международных платежных систем операции будут доступны внутри страны. Учитывая отношение к России со стороны некоторых стран, мы можем с уверенностью говорить, что карта МИР во многих странах не будет допущена к использованию ни при каких условиях. Да, вполне возможно, что картой МИР можно будет пользоваться во многих странах, но наверняка не во всех. Любителям онлайн-шоппинга на иностранных сайтах при таком раскладе придется изобретать обходные пути. Например, переводить деньги на электронный кошелек Киви или Яндекс.Деньги. Альтернативной платежной системы для оплаты товаров за рубежом у России пока нет. Можно будет попробовать переключиться на другие системы, ну, например, на китайскую или японскую систему. Они, конечно, менее популярны в мире, чем Visa и MasterCard, но, тем не менее, дают возможность проводить платежи по всему миру. По словам Игоря Коха, не стоит переживать о введении подобных ограничений для всех частных и юридических лиц. Ведь платежные системы Visa и MasterCard, получающие процент с транзакций, не готовы покинуть растущий российский рынок. Ариадна Кугушева, Универньюз.